Тело человека состоит примерно на 70% из воды. Вода обеспечивает нормальную жизнедеятельность каждой клетки и всего организма в целом. Это проводник нервных импульсов и основа для проведения биохимических реакций. Состояние организма зависит не только от количества употребляемой воды, но и от ее качества. Употребляя загрязненную воду, люди заражаются инфекционными болезнями, отравляются находящимися в ней ядами, нарушают баланс своего организма. Во всех ситуациях при недостаточном употреблении воды или при использовании некачественной воды в теле человека развиваются болезни. Они приводят к изнашиванию организма, провоцируют преждевременное старение, вызывают порой непоправимые нарушения работы органов и систем. Ученые разных стран проводили множественные исследования о влиянии воды на организм. И получение способов улучшения ее качества. Роль воды в обеспечении правильной работы организма. За счет воды происходит активное пищеварение. Правильно работают все звенья пищеварительной системы. Усваиваются необходимые элементы и своевременно удаляются шлаки. Вода помогает оптимизации сердечно-сосудистой деятельности. Поддерживает текучесть крови. Осуществляет равномерное распределение кровотока по всем сосудам. При достаточном количестве воды будет правильная работа мышц. Они выдерживают более высокие нагрузки, долго не устают. Вода обеспечивает защиту кожи от воздействия токсинов и влияния бактерий. Сохраняет достаточно тонуса, свежести и влажности. Благодаря воде кожа долго не стареет, не покрывается морщинами. Уменьшается риск развития онкологии, поскольку вода выводит канцерогены и не позволяет им оказывать влияние на генный состав клеток. Вода не дает развиться мутациям клеток. Они, обновляясь, сохраняют типичную структуру. Вода обеспечивает правильную работу почек, выведение через них токсинов и отходов биохимических реакций. Сохраняется подвижность суставов, прочность костей, эластичность связок и хрящей благодаря воде. Происходит поддержание высокого уровня мыслительной деятельности, улучшение памяти, борьба с неврозом и депрессией. Вода помогает бороться с быстро наступающей слабостью, повышает выносливость. Вода участвует в газообмене, происходящем в легких. Она помогает правильной работе эндокринной системы, обеспечивает репродуктивное здоровье. Кроме того, выполняет роль гигиенического средства, поддерживающего чистоту кожных покровов. А это профилактика многих инфекционных и паразитарных болезней, системных кожных заболеваний. Обезвоживание. Если в организме не хватает влаги, то развивается обезвоживание. При этом человек ощущает постоянно сухость во рту и жажду, моча становится темной и насыщенной. При прогрессировании обезвоживания часто повышается или резко понижается температура тела, отмечается резкая слабость, вялость, усталость, беспокоит боль в мышцах и суставах, бывают спазмы мышц и судороги, ухудшается зрение и слух, понижается артериальное давление, спутанность сознания, галлюцинации, нарастают симптомы интоксикации, сгущается кровь, возможно, образование внутрисосудистых тромбов. Сколько пить воды? Чтобы не было недостатка воды в организме, в течение суток должен соблюдаться примерный баланс между выделяемой жидкостью и поступлением воды. Объем поступающей воды не менее полутора литров. При физических нагрузках, инфекционных заболеваниях количество воды должно увеличиваться. Мы рекомендуем прислушиваться к себе и своим ощущениям. Если вы ощущаете жажду, то обязательно пейте воду. Свойства полезной воды. Полезная вода такая, структурированная. Такая вода легко проникает внутрь клеток, доставляя полезные вещества и оказывая очищающее действие, не содержащая микроорганизмы и паразитов, вызывающих заболевания у человека. Без примеси химических веществ, способных нарушать генетический код клеток. Содержащая полезные минералы и соли, кальций, магний, натрий и другие. Имеющая кислотность, то есть pH, близкую к такому же значению плазмы крови человека. С отрицательным значением окислительно-восстановительного потенциала, ОВП, который измеряется специальными приборами. Этот параметр показывает, насколько вода способна давать нашему организму энергию. Чем ОВП ниже, тем лучше. Вся бутилированная и фильтрованная вода имеет положительный ОВП. Структурированная вода. Таким термином обозначают обычно полезную воду, которая имеет определенную структуру. Хотя даже самая непригодная вода также имеет свое строение. Полезная вода, замерзая, образует кристаллы в виде правильных шестигранников. Не очень полезная вода образует кристаллы в виде совершенно других фигур. Один из видов воды, имеющей правильную структуру, это талая вода. Но в современном мире, в связи с ухудшающейся экологией, даже она небезопасна для питья. Организму человека нужна вода с правильной структурой. Когда поступает другая, то мы тратим много энергии на приведение ее в норму. Если в организм попадает сразу такая вода, которая может использоваться, то энергия сохраняется для других целей. Получить полезную воду, обладающую всеми необходимыми качествами, можно, используя систему ПВВК. Более 50 лет назад советские ученые в Военно-медицинской академии города Санкт-Петербурга для нужд военных разработали систему ПВВК для очищения, активации и структурирования воды. Расшифровывается как «приготовление воды высокого качества». Благодаря ей военные, а теперь и обычные люди, могут готовить чистую питьевую воду из любого пресного источника. Воду ПВВК рекомендует для употребления профессор Ольга Ивановна Шишова, академик Виктор Алексеевич Ефимов, президент Молдавской ассоциации йоги Леонид Горценштейн и многие другие. В процессе обработки вода приобретает параметры, очень схожие с параметрами жидких сред в организме. При попадании такой воды в организм, он не тратит энергию на очищение и оптимизацию параметров, а наоборот, делает воду максимально полезной для наших клеток. Как мы уже говорили, вода с правильными параметрами легко и полностью усваивается, и благодаря ей организм быстрее очищается, постепенно оздоравливаясь. Подробнее узнайте, перейдя на сайт по ссылке в закрепленном комментарии к видео.